А вот в другом виде спорта за медали пришлось бороться буквально. В выходные в спортивной школе «Витязь» прошел фестиваль борьбы, на который съехались юные спортсмены Татарстана. В рамках соревнований два вида борьбы – греко-римская и национальная татарская. Кюреш. За мастерство молодых борцов республики наблюдала и наша съемочная группа. На открытии спортивного праздника публику порадовали номера с акробатическими элементами от группы эстрадного танца. Поприветствовать молодых борцов приехали также высокие гости, ведь стартовали соревнования сразу после финиша ремонтных работ. Такой сегодня, кстати, знаменательный день. Первый день, первые соревнования, которые проводятся после капитального ремонта. Такого серьезного спортивного комплекса, который кроме Казани больше в Татарстане нигде нет. А фестиваль несет в себе цель протестировать здание спортшколы «Витязь» после ремонта. Ведь уже через месяц здесь пройдет первенство Приволжского федерального округа по греко-римской борьбе. Побороться за первые места в национальной борьбе решились 38 спортсменов со всего Татарстана. Схватки Кюреша, особенно среди молодежи, непредсказуемы. Борьба может дотянуться и длиться на протяжении десятка минут, а может закончиться при броске на первых секундах. Также судьи внимательно следят за техникой спортсменов. В зале находятся и свои звезды. Например, Ильшат Себгатулин, чемпион мира по Курешу. Он наблюдает за схваткой двух своих сыновей, которые волей случая оказались в паре. Решат Исхаков – другой чемпион. Буквально неделю назад дебютировал в роли победителя на самом престижном в республике турнире на призы Мусы Джалиля. Сегодня он – зритель. Мне надо было выиграть пять соперников. И выиграл вот. А как родители, друзья отнеслись к тебе к обиде? Радовались все, были в шоке. Свои страсти кипяты у греко-римских борцов. Их сегодня больше – 67 человек. Возрастные категории – две. До 12 лет и до 16. Каждая команда болеет за своих борцов. А спарринг часто перерастает в борьбу на выносливость. Это очень изматывающе. Особенно, когда затягивается в единок и постепенно устаешь. Для этого мы тренируем выносливость кардио-торнировки. Победители фестиваля ждут награды – кубки, грамоты и ценные призы. Алексей Гарнышев, Дмитрий Кравченко, Челны-24.